здравствуйте дорогие друзья попробуем на ходу урок сделать самый важный сегодня вечером что у нас у нас сегодня вечером рожь ходыш ниссан почему это важно сейчас попытаюсь рассказать вообще освещение месяца это первая заповедь все что дано вначале самое сильное самое мощное первая заповедь который человеку дана если кто откроет цветы книги до что написано как народу баталла заповедь освещайте месяц написано что в рожь ходыш который наступает сегодня вечером можно даже в шаббат иногда не не позвать гостей там не выпить ими лыхаем не сделать но не отметить рожь ходыш вместе с людьми это очень нехорошо это неправильно тем более рожь ходыш царей самый главный рожь ходыш года это которая наступает сегодня вечером уйдет один день почему она вообще Что такое еврейский календарь? Почему мы вообще привязались к этим датам? Какие есть у нас? Все знают Григорианский календарь, который использует большинство стран. Там за основу взято что? Цикл обращения Земли вокруг Солнца. Это 365 дней. Все знают. Там еще 24 десятых. Но потом год делится на 12 месяцев. Продолжительность от 28 до 31 дня. Все знают. Высокосный, невысокосный. Все понятно. Еще один вид календаря какой? Исламский. Как он? Год в нем состоит из 12 лунных месяцев. Состоящих из 29 или 30 дней. Лунный год содержит 354 дня у них. И поэтому каждый год теряется 11 дней в сравнении с солнечным годом. Другой немножко. Потом за 33 года теряется полный год. Поэтому, например, мусульманинцы говорят, мне там 23, значит, ему 22. Неважно. Мусульманский календарь не привязан к сезонам. Вообще не привязан. И начало года должен приходиться на летние месяцы, а потом на зимние и так далее. И так со всеми праздниками. Теперь еврейский календарь. Еврейский календарь совсем другое дело. Он является лунно-солнечным. И благодаря этому каждая календарная дата всегда приходится только на один и тот же сезон. И на одну и ту же фазу луны еще. Месяцы начинаются только в новолунии. Рош-Кодыш, как и Рош-Кодыш, как и Рош-Шана, еврейский Новый Год, Пейсах, всегда полнолуния, в начале весны и так далее. Что еще? Ну, Тора заповедала нам, вот, смотрите, считать, ведь, месяц, начало месяца. И вообще даты, юдаизм это религия времени, поэтому и пытали враги нам, что говорили, римляне говорили, привязались к евреям, чтобы не делали обрезание, чтобы не отмечали Рош-Кодыш. Отчего вам Рош-Кодыш сделал, например? Ну, неважно. Месяц это для вас написано, глава месяцев, так написала Тора. Первый он у вас месяц года, все, что там спорить больше не будем. Из этой фразы мудрецы делают вывод, что первая Ниссана, Новый Год, всех месяцев. Итак, мы с вами перед преддверием Нового Года, вот сегодня вечером Новый Год. Мудрецы считают, что Ниссан, это, все знают, что в Ниссане было спасение от египетства, арабства. Написано, что мы также будем спасены именно в месяце Ниссане. Поэтому большие перспективы, осталось немножко, давайте потерпим. Написано, Ниссан, это месяц чудес, Ниссим, да? То, что название месяца Ниссан, есть две буквы Нун, это обычно считается, согласно нашим мудрецом, что этот месяц Ниссей Ниссим, то есть чудо чудес может произойти в нем. И о грядущем спасении сказано, как в день исхода из Египта, явлю я вам. То есть, с точки зрения хасидизма, это, безусловно, обязательно будет что-то в Ниссане. Первое, есть такая мистика, простите, плохое слово применил. Каббала говорит, что первые 12 месяцев, первые 12 дней, месяца Ниссан, это в концентрированной форме, показывают нам все 12 месяцев года. Если мы проследим с вами, как проживем первый день, второй, третий, а так люди записывают 12 дней, мы будем знать, как внук такой, зашифрованность нашей судьбы, записанной уже наперед для этого месяца. Вы знаете, вот секрет уедеизма в том, что это не рассказ о каких-то давних исчезнувших временах, это рассказ о нас, о непростом процессе очищения, построения себя, о процессе самосовершенствования человека, духовного роста, возвышения, наполнения. Это рассказ о наших путях, сомнениях, все это описывается в виде Якова, фараона и так далее. Это мы с вами, мы с вами убегаем от фараона, это он нас угнетает и не дает нам уйти, это он не дает нам освободиться от его пут. Кстати, под фараоном в иудаизме зашифровано понятие злое начало в нас, поэтому тут все в порядке. Именно так мы проходим путь по месяцам, методам проб, ошибок. И начало Ниссана в Торе, это как бы начало подготовки. Если вы знаете, то именно Мешкан, место пребывания Ковчега, это прямое место связи нашего мира с первоисточником, с Творцом, заработало в этот день. Нет сейчас Киньи Завета, нет храма, но энергия-то осталась, это энергия подключения. Нам снова дается возможность совершить, ну, кардинальное изменение. Головокружительный прыжок к освобождению, вот прямо начиная работать над собой с этого дня. Рожходыш вам хороший и всего вообще самого лучшего. Брахава от слаха.